Здравствуйте! В эфире новый проект национального телевидения Чуваши. Программа «Правительственная связь». Как понятно уже из самого названия, мы хотим попытаться наладить канал прямой связи с руководителями министерств и ведомств, организаций и предприятий по самым различным темам. Чем живет, как работает правительство региона, какие задачи решает и что все мы должны получить в результате этих решений, будем узнавать из первых рук. Дату первого эфира мы выбрали не случайно. Именно 24 января 1722 года великий реформатор Петр I издал табель о рангах всех чинов – воинских, статских и придворных. Документ сей был ничем иным, как первым законом о государственной службе в России. Так что сегодня у сотрудников государственной службы день рождения, с чем мы их и поздравляем. А лично принимает поздравления в нашей студии министр информационной политики и массовых коммуникаций Валентина Андреева. Добрый вечер! Здравствуйте! Валентина Владимировна, еще раз с днем рождения службы! В Чувашии в разные годы существовали различные правительственные структуры, отвечающие за нас, то есть за средства массовой информации. Но тогда это направление называлось скромнее – по делам печати. С лета у нас появилось отдельное министерство, в названии которого фигурирует информационная политика. Вот чем это вызвано и чего все-таки больше в названии – информации или политики? Комитет по делам печати все-таки раньше занимался больше администрированием информационного контента СМИ, то есть по сути цензурой. Сейчас цензура запрещена Конституцией России. Но главная задача Министерства информационной политики – это все-таки создание и выработка неких правил игры на информационном поле региона, может быть и страны. Создание неких условий функционирования деятельности редакций, газет, журналов, радио, телевидения, развития новых медийных инструментов. Вот, собственно, в чем главное, так скажем, отличие, мне так кажется. Что касается непосредственно терминологии информации и политика. Все-таки я думаю, что эти слова, они в некотором роде даже синонимичны, поэтому нет какого-то особого смысла их сопоставлять и противопоставлять. И искать в этом скрытый смысл. Да, искать скрытый смысл тем воле не стоит. Хочу еще поправить вас. В Министерстве информационной политики было. В 2002 году его возглавляла Наталья Володина. То есть все это мы уже проходили. Понятно. В структуре СМИ львиная доля, во всяком случае в нашей республике, да и в России в целом, приходится на печатные издания. Их количество постоянно варьируется. То есть одни закрываются, другие открываются, особенно это заметно перед выборами. Так какие газеты и журналы составляют костяк нашей печати и какая на них приходится информационная нагрузка? Мне кажется, что костяк региональной печатной прессы это все-таки районные газеты и журналы. Совокупный тираж на сегодня у них, у наших районок и городских газет превышает 85 тысяч экземпляров. Ни одно республиканское СМИ не может с ним, то есть оно не сопоставимо по тиражам. У них, безусловно, выше статус, может быть, уровень влияния, вернее, влиятельность даже, да, роль этих средств массовой информации. Но газеты, районные газеты, они все-таки ближе к читателю. И роднее. Ближе, роднее, понятнее. И, ну, даже опять, если вернуться к тиражам, то в расчете на душу населения тиражи районок все-таки несравненно выше. Поэтому, наверное, на сегодняшний день это такой близкий, знакомый ресурс, которому доверяют. Кто и как влияет на редакционную политику СМИ? И вообще, возможно ли такое? Вот вы сказали о том, что цензура как таковой больше не существует, она запрещена. Но направить усилия СМИ в мирное русло, назовем это так, все-таки, наверное, приходится. На редакционную политику влияет владелец, да, его вкусы, его предпочтения. Владельцем, может быть, государства, владельцем, там, частный какой-то бизнес. Поэтому политику формирует, конечно, владелец и редакционная коллегия издания. Безусловно, влияют сами журналисты, которые работают. Их профессионализм, их опыт, их пытливость, их способности творческие, исследовательские действовать и мыслить, их работоспособность на все то, что делает газету либо интересной, либо неинтересной. – Валентина Владимировна, я сама журналист, и я, безусловно, за свободу слова. Но бывают случаи, когда редакционная политика идет вразрез со здравым смыслом. Как в таком случае найти управу и как защитить читателя, зрителя, слушателя от заведомо ложной информации? – Ну, защитить от информации полностью, конечно, невозможно. Но вы, так же, как и я, являясь читателем, слушателем, зрителем, все-таки понимаете, какому СМИ можно доверять по подаче информации. У каждого свое реноме, у каждого своя репутация. И солидное, серьезное издание вряд ли будет жертвовать своей репутацией в угоду решения сиюминутных задач. Особенно, если это касается действительно предвыборных компаний, каких-то информационных войн. По сути, читатель, зритель и слушатель, он действительно решает, что ему смотреть, кому доверять в большей степени. Если СМИ хочет работать, если создано оно и хочет работать долго, то есть тут же еще есть и финансовые инструменты, да, то, что смотрят, то, что читают, туда идут и деньги. Поэтому рекламодатель, он идет туда, где есть зритель, читатель, слушатель. То есть вы теперь уже, как руководитель целого ведомства, каким-то образом предполагаете контролировать этот процесс? Я не знаю, в конце концов, у власти тоже есть рычаги, например, подать в суд за клевету или что-нибудь в этом роде. То есть вот такие меры, они предполагаются? Мне кажется, что вообще в законе все прописано. И у читателя есть возможность, неважно, является он, то есть просто читатель, не заинтересованный. Ну, в данном случае, конечно, в большей степени заинтересованный человек, которого лично касается его предприятия, он может воспользоваться теми инструментами, которые прописаны в законодательстве. Задача министерства, мне кажется, помимо уже обозначения, то, что обозначено в законе, сбалансировать эти потоки каким-то образом, да, все информационные потоки, чтобы был создать механизм вот этого вот сдержек противовесов, который, ну, должен быть. То есть чтобы в распоряжении потребителя всегда был необходимый объем информации со всех сторон. Абсолютно верно. И сейчас в журналистской среде ходят слухи, обсуждают вопрос грядущей оптимизации СМИ. Поговаривают о слиянии некоторых газет. Так ли это? И что конкретно? Вот какие меры уже предусмотрены? Процесс действительно начался. Это касается чуваскоязычных изданий. Это газета «Хабар», «Хрестчен Сосы» и детское издание «Тандыш». В этом мире все циклично. У каждой отрасли там свой цикл, у каждой вещи свой цикл. Поэтому там театралы говорят, что театр популярен 20 лет. Продавцы в магазинах говорят, что перестановку этих прилавков нужно делать через несколько месяцев. Потому что привычное не замечаешь. Поэтому нужна какая-то реорганизация. Именно поэтому мы видим, как крупные компании, не только мелкие, периодически делают ребрендинг своих компаний. Это еще один инструмент – обратить снова внимание своего потребителя на себя. Вот эта реорганизация этих трех изданий, она должна послужить для того, чтобы оживить, может быть, дать какую-то новую жизнь, пустить новую кровь. Это всегда, конечно, любая организация. Это не только какие-то оптимизации в финансовом смысле, в экономическом и финансовом смысле. Сокращение штатной численности, усиление каких-то дополнительных направлений. Это всегда, конечно, такая маленькая кадровая революция. Когда у более молодых, которые действительно хотят и могут, есть возможность проявить себя. То есть предполагается кадровая перестановка в пользу молодых журналистов? Я думаю, что, безусловно, это должны решать еще и сами коллективы. Пока мы тут с вами говорили, мне даже пришла идея, как это может произойти. Почему бы просто не опросить путем, я не знаю, голосования, какие-то кандидатуры. Не устроить выборы главного редактора. Да, не устроить выборы не только главного редактора, может быть, и еще каких-то там должностей, да, топов, так скажем. Как вы предполагаете, к какому моменту это завершится уже? Мы для себя ставим сроки уже лета этого года. У нас есть почти полугода, чтобы процесс этот завершить. И чтобы подумать, как можно оживить. Если у кого-то из зрителей есть предложения, мы будем рады услышать их. Информационный ресурс фантастической мощности – это, конечно же, интернет. То есть интернет – это наше все. Сегодня он успешно конкурирует не только с газетами, но и с радио, и с телевидением, то есть со всеми возможными и существовавшими до сели СМИ. Какие отношения вы, как министр информационной политики и массовых коммуникаций, хотели бы выстроить с интернет-сообществом, которое нынче очень активно? Мне кажется, что интернет не должен стать орудием. Он должен служить для мирных целей, что называется. Это то, как должны складываться отношения в обычной человеческой жизни людей друг с другом. То есть чтобы не было унижения ни по национальному, ни по конфессиональному, ни по возрастному, ни по партийному, ни по какому признаку. Только потому, что тебя не знают. Очень хочется, чтобы наши блогеры работали конструктивно. То есть как работали? Высказывались конструктивно, уважая друг друга. Чтобы не уподоблялись известному персонажу Аркадия Райкина. Я тут вас всех послушал и понял, какие же вы все тут дураки. Может быть, сесть за стол переговоров. Может быть, какие-то другие способы. Такой стол переговоров мы уже создаем. И в недрах министерства. Это общественный совет, где мы хотели бы видеть лидеров влияния. Из разных областей. Людей, которые действительно, общественных деятелей. Которые имеют свою позицию. Которые имеют свою какую-то аудиторию. Которые, собственно, ключевые фигуры информационной политики. Это ключевые фигуры информационного поля. Да, абсолютно верно. Откликаются? Да, конечно. Более того, у нас есть ряд блогеров. И это не только журналисты, с которыми, безусловно, мы почти в ежедневном режиме работаем. У нас есть блогеры, которые сами задают нам тон. Они пишут письма. И ты, конечно, вынужден им отвечать. Сейчас, когда принимался закон об универсальной карте, они выступили с инициативой самим опробовать, чтобы понять. Им хочется понять, как она работает. И как работает портал Госуслуг. Они ходят, тратят свое личное время для того, чтобы рассказать другим, как это можно сделать. Как это работает. Где плюсы, где минусы. И меня такие люди просто восхищают. То есть, по сути, люди, которые не занимаются журналистикой, они занимаются очень важным делом. Кстати, а вы уже получили универсальную электронную карту? Я оформила заявление. Мы ждем все, когда нам пришлют первые образцы универсальных электронных карт. Собственно, принятие закона в универсальной электронной карте сопровождалось конфликтами, сопровождалось некими такими выступлениями совершенно. На мой взгляд, это, конечно, мое личное мнение, но очень странными. Далеко не всех, впрочем, верующих это возмутило. Но, тем не менее, актив, он и есть актив. Сейчас страсти вроде бы поутихли или противостояние перешло в какую-то другую плоскость? Вот что нужно знать каждому противнику универсальной электронной карты, чтобы не чувствовать себя ущемленным? Сначала скажу за тех, кто уже оформляет. На сегодняшний день их больше ста за январь. Это, конечно, не массовое такое, но это те люди, которые хотят опробовать, посмотреть, как это работает, найти, может быть, те изъяны. А для этого есть целый год. Это 2013 год. Это пробный год, экспериментальный год. Только для тех... Такой тестовый режим. Да, только для тех, кто готов посмотреть, как работает универсальная карта. Учесть все возникающие проблемные вопросы, может быть, какие-то изъяны, которые на законодательном уровне не отработаны. И в практическом смысле не отработаны. То есть есть вот этот год. Никто не заставляет получать эту универсальную карту. Хотите быть мобильными, хотите оставлять больше личного времени для себя, тогда стоит подумать о том, как новые технологии могут вам в этом помочь. Кстати, вот об экономии личного времени и о более высокой мобильности. Весь прошлый год, собственно, не только прошлый, но прошлый особенно активно прошел в республике под знаком электронных услуг. Это электронное взаимодействие, межведомственное электронное взаимодействие и предоставление государственных муниципальных услуг в электронном виде. Насколько далеко удалось сейчас в этом продвинуться? Единый портал госуслуг, который был создан и функционирует, он у жителей Чувашии почему-то не очень популярен. Может быть, потому что несколько лет назад был создан свой портал госуслуг, и который все-таки в большей степени носит справочный характер. Привыкли к своему. Привыкли к своему. Многие просто не знают, что есть единый портал госуслуг. Но на сегодняшний день здесь с июля прошлого года, даже с марта, несколько раньше, 19 госуслуг уже можно было получать. Сейчас в продуктив выведены еще 50. Что касается лично меня, мне кажется, это очень удобно. Потому что периодически понятно, что паспорт и загранпаспорт ты не будешь оформлять ежегодно. Это те услуги, которые могут быть только раз в 5-10 лет и даже позже. Но проверить штрафы ГАИ, налоговую задолженность, оформить налоговую декларацию. Какие-то пенсионные там дела. Да. Все это можно, не выходя из дома, что называется. Буквально накануне нашего с вами интервью вчера я посмотрела, обнаружила, что есть у меня задолженность. Почему-то снова начислили пение. Буду разбираться. Это то, что всегда под рукой. Это всегда под рукой. Об электронном межведомственном взаимодействии буквально позавчера говорили на планерке, на совещании еженедельному главы Чувашской республики. Как сейчас оно отлажено? Насколько эффективно? Действительно, мы можем прийти и обратиться в одно окно и больше уже не ходить ни за какими другими справками и подтверждениями? Одно окно – это действительно получение государственных муниципальных услуг через МФЦ. Есть еще и межвед в электронном виде. Мы, как регион, являемся пилотами, мы отобраны, когда все федеральные сервисы по межведомственному электронному взаимодействию отрабатываются в том числе на нас. Вот буквально вчера у нас федеральная миграционная служба, то есть все запросы, которые отправлялись уже не только от региона к федеральным органам, но и наоборот, они у нас работают. Четыре сервисы работают. То есть в обе стороны. В обе стороны и туда и обратно. И вот, ну, то есть специалисты работают в ежедневном режиме, и вот четыре региона показали вот такой результат. Мы, Калининградская область и еще. Сейчас прямо не скажу, пару регионов. Ну что ж, Елена Владимировна, мои вопросы уже иссякли, но, готовясь к программе, мы тему передачи и вас, как участника ее, заявили, анонсировали в интернете, на наших страничках. Это и в ВКонтакте, и в Твиттере, и в живом журнале. Так что вопросы есть и от зрителей. ЧГУ единственный вуз в Чувашии, который готовит журналистов. Как вы оцениваете работу преподавателей и факультеты журналистики в целом? Могу сказать, что я не могу оценивать работу преподавателей, потому что это не сфера моей компетенции. Но как журналист и в прошлом руководитель СМИ могу сказать следующее. Что каждый год практиканты приходят практиковаться. И не по одному разу. И не по одному разу. И ты тратишь на него время личное. И рабочие тоже. Но каждый раз, когда встает вопрос, кого взять, вопрос остается открытым. Взять тяжело. То есть куда деваются все выпускники? Да, одеваются выпускники. Скорее всего, они, конечно, переориентируются, перепрофилируются. Многие идут в пиар-службы. Перманентно этот вопрос, естественно, возникает. Потому что журналистский состав действительно стареет. И не сегодня, не завтра уйдет на пенсию. Благо журналисты в здравом и твердой памяти могут работать долго, очень долго. Даже в 90 лет. И мы знаем такие примеры. Конечно. Преподавать еще можно в этом возрасте. Учить будущих журналистов. Да, но все равно. Кадры нужно, естественно. Нужно готовить кадры. Еще один вопрос. У журналистов свой взгляд на то, как должна выстраиваться работа власти и СМИ. Изменился ли ваш взгляд на процесс взаимодействия с переходом на ту сторону? То есть в связи с переходом на другую работу? Нет, не изменилось. Я по-прежнему считаю, что власть должна быть открытой. Журналисты пытливы, неленивы, чтобы не позволять власти застаиваться. 26 октября прошлого года вы посетили Казанский IT-парк. После не раз повторяли о необходимости и нужности такого элемента инфраструктуры. в нашей республике, спрашивает наш зритель. Получила ли эта тема какое-то развитие? И будет ли IT-парк в Чувашии? Все IT-парки, которые созданы в России, они создавались при активном и основном участии в финансировании федерального центра. С этого года этот проект приостанавливается. То есть финансирование из центра приостанавливается? Да, федеральное финансирование приостанавливается. Возможно, оно будет в какой-то иной форме, как-то будет трансформироваться. Но пока нам сказали, что посчитали, что построено достаточно, и, может быть, деньги в ряде случаев использованы не столь эффективно, когда были брошены деньги на создание инфраструктуры, а по факту никаких IT-парков там не существует. Необходимости, конечно, безусловно, существуют сегодня и в республике. Потому что у нас есть ряд компаний, которые давно работают на рынке, не только в регионе, уже давно за пределами региона. В принципе, они самостоятельны и самодостаточны. И, наверное, особо-то и не нуждаются. Но для начинающих, для молодых компаний, если уже мы строим инновационную экономику, это, безусловно, имеет значение. Есть даже площадки, где это можно сделать, в принципе. Мы, в общем-то, рассматриваем разные варианты, в какой форме и с наименьшими издержками для республиканского бюджета это можно сделать. Ну что, спасибо, Валентина Владимировна, за то, что ответили на наши вопросы, на вопросы телезрителя. Я напомню, что сегодня у нас в студии была министр информационной политики и массовой коммуникации Чувашской республики Валентина Владимировна Андреева. Спасибо вам за внимание. И ищите нас в интернете. Вконтакте, в фейсбуке, в твиттере, в живом журнале. Везде ник НТРК21. До встречи в студии программы «Правительственная связь». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова